Ещё и холоден, и сыр, прозрачный воздух, Но над садом уж смотрит небо ясным взглядом И молодеет Божий мир. Не налюбуюсь, как сквозят деревья в лоне небосклона, И сладко слушать у балкона, как снегирит кустах меня. Нет, не пейзаж влечёт меня, Не краски жадный взор подметит, А то, что в этих красках светит любовь и радость бытия. Вы уже догадались, что сегодня мы расскажем вам О муниципальной школе хорового пения «Полёт», Которая располагается именно здесь, В самом сердце города Жуковского. Уже около 35 лет бессменным руководителем этой школы Является заслуженный работник культуры Российской Федерации Селищева Татьяна Евгеньевна. Ну что, я тебя поздравляю. Ты ой хорошая. Всё, я всё стану. Всё, дети мои, пошли в класс. Скоро 35 лет, как существует эта школа. Сначала она была в студии, потом она стала школой. Разошло это очень просто. Я приехала по распределению в город Жуковский после института и узнала, что здесь есть кружки музыкальные. Пришла в Дворец культуры, меня взяли преподавателем. Я работала в третьей школе, основная моя была работа, я там была учителем музыки. Она посмотрела, как я там работаю, и предложила мне хор здесь. Но я сказала, что я пойду при условии, что мы создадим студию. Ну так попала я сюда, и так у нас появилась студия наша. Надо сказать, что Татьяна Евгеньевна человек волевой, энергичный, всю себя отдающий любимой работе, скорее, любимому делу, любимому коллективу. А потому окружают её люди такие же энтузиасты, подвижники, и вместе они занимаются сотворчеством. Теперь высокую косточку, теперь мою новую косточку. Не дядь уже никого, не дядь уже никого, а так ты, снявшись косточку, создал мою новую косточку. По ровне на светание Какие педагоги-инструменталисты заводуют в вашей студии? Это замечательные. У нас не так их, можно сказать, их мало, но каждый педагог – это индивидуальность, у которой, например, Любовь Есмана Лилгач, у нас есть такой педагог, она работает у нас уже очень-очень давно. Во-первых, многие выпускники в консерватории учатся уже. Совершенно замечательный педагог у нас и выпускница студии, и главный концертмейстер, как мы ее называем, Елена Санна Волкова. У нее тоже есть. У нее сейчас просто талантливнейшие мальчики. Просто у нее классные. Ну, она делает таланты. Надо оттенеть. Да, любой талант, в зависимости от того, в какие руки он попадает, может стать гениальным, а можно и закубить, как получится. Очень давно у нас работает Наре Константиновна Ромашкина, тоже очень хорошие дети. Ну, все вот так вот сейчас перечислять Романов, Татьяну Сергеевну, вообще-то у нее, конечно, дети. Потому что у нее, если ребенок вышел играть на конкурс, это значит играет. Все свою душу, конечно, каждый педагог вкладывает. Все свои знания, все свои умения, это все, конечно, вкладывается в детей. И результаты они ощутимые. Ну, ребята, у нас много, 400 человек сейчас учатся, около 400. Ребята у нас разные. Есть ребята, которые... Ну, когда вот к нам приходят, ведь у нас с пяти лет по уставу наша школа, хором занимается с пяти лет. И когда к нам приходят, я прежде всего говорю, вы знаете, куда вы пришли? Вы пришли не просто в школу, вы пришли в школу, которая становится частью вашей жизни. У нас дети должны не только учиться, они должны выступать, так как у нас все-таки школа, она еще и концертная. Дети, как они развиваются? Они развиваются скачками. То есть вот ровно, ровно, ровно ноль. Потом хоп! И вдруг откуда ни возьмись, певец появился или пианист. То есть дети в этом отношении непредсказуемые, конечно. Так же, как непредсказуемый, например, голос. Вот мы берем ребенка, он у нас дискот-мальчик или девочка-сопрано-высокий голос. Через два-три года смотришь, это настоящий, красивый альт. То есть вот почему я еще хочу сказать сразу об этом, что вот очень не люблю, когда вмешиваются вокалисты в детские голоса. Этого делать нельзя. То, что природа дала. Вот в данный момент у нас, например, в школе нет солистов. Ну нет, вот нет. Да, и я думаю, что еще год-два не будет. А потом у нас подрастают ребята, которые должны стать целистами. Прихожу, один я на дорогу, сквозь туман кремнистый, Песня. 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 У нас вот очень крепкий всегда совет хора. Это дети, которых избирают тайным голосованием, выбирают совет хора. Это командиры, комиссары, библиотекари, костюмеры, директора музеев. У нас там много всяких должностей. Главный шеф обязательно есть. И вот они знают, что если нас нет, то остальные дети знают, что это самое главное. Причем они очень подчиняются, потому что они выбирают их. Выбор идет у нас в закрытом голосовании. Каждый ребенок пишет, кого бы он хотел видеть в совете хора. И дети, получившие большее количество голосов, избираются в совет хора. И вот в совет хора каждую ночь, потому что больше времени ночью заседают, разбирают весь день, видят ошибки, задачи на следующий день. То есть вот живут полнокровной жизнью. Вы, конечно, большие помощники. Ну что, я обязательно, я себя без совета хора не представляю даже. Даже не представляю. Есть, конечно, очень хорошие малыши, но старшие, это у нас нечто. Уж кто дополз до конца, то это, конечно, дети. Как правило, я бы всех, кого выбирает совет хора, я бы, конечно, не всем рекомендовала становиться педагогами и воспитателями. Как правило, это ребята, которые просто умеют обращаться с малышами. А у вас очень интересно проходят капустники, проходят интернетные конкурсы. Вот это, ну, все вы, так сказать, трудилось у вас в течение этих 35 лет, как-то вот скатился какой-то определенный опыт, и какие-то есть интузиарты, с удовольствием, которые этим занимаются. Нет, это обязанность наших детей. Мы только можем помочь. А все это, это все лежит на плечах наших детей. Вот, как правило, малыши готовят, вот капустники, их тоже помогают готовить старшие. Это как правило. А мы только можем помочь, потому что то, что они могут придумать, нам нет. А бывает, статей лагеря, когда мы, педагоги взрослые, участвуем на тех же условиях, в тех же конкурсах, так же, как и дети. Поэтому мы даже не успеваем, потому что мы, если ставят совет хора, условия, что старшие, взрослые тоже ставят капустник. То есть когда мы им будем заниматься? Нам некогда. И потому что мы становимся соперниками, поэтому что они там делают, это их личное дело, потому что мы должны выглядеть хорошо. Но я скажу вам честно, что мы ни разу не заняли первое место. Как правило, дети лучше нас. Как правило. ПЕСНЯ Обширная география гастрольных поездок хора вспоминает Татьяна Евгеньевна. Все за Кавказе было наше. Это мы были Армения, Грузия, Азербайджан, Северная Осетия. Это мы везде были. Ростов, ну там. Там мы были наверху, мы были в Карелии. На западе мы были в Эстонии, в Латвии, в Литве. На востоке мы были в Кирове. На западе еще в Белоруссии. На западе еще в Белоруссии мы были. Ну, в Украине, конечно, сколько вообще бесконечную. То есть география огромная? Огромная. Единственное, мы не были на Дальнем Востоке. А вот... А, в Челябинске же мы были. Мы были в Челябинске, конечно. Мы были в Челябинске, мы были там на потрясающем... Отдыхали однажды на потрясающем озере. Мы вот уже два раза были в Италии. Были мы в Венгрии, собираемся второй раз. Мы были в Кудапеште, в Дебритине. Были мы в Польше, еще где мы были. В Болгарии. Все, что ли? Во Франции. А, во Франции. Во Франции мы были. Еще вот мы были... Первый раз, кстати, дети были. Когда был Советский Союз, мы туда не попадали. А сейчас мы были на международном конкурсе в Одессе. Вот так мы попали. Сейчас мы собираемся в Венгрию и Финляндию. Семина, а вот эти все поездки в дальние зарубежья, это было связано с фестивалями или просто гастрольные поездки? Значит, две было гастрольных поездки. Это во Францию и в Первую Италию. А все остальные это международные конкурсы. Международные конкурсы, очень серьезные конкурсы. Вот мы ездим так, по-другому. А как это случается? Вот это где-то вас, видимо, услышали, увидели, и поэтому приходит предложение? Или, в общем-то, это было посредством правового общества? Нет, правовое общество никакого отношения к этому не имеет. Мы... Вот первый наш конкурс, мы уехали в Дебритин, в Венгрию. Это просто наш большой друг, композитор Ефрем Паткайц, оказался... Его пригласили туда, в жюри. И он узнал об этом конкурсе, он мне позвонил, говорит, Таня, не хочешь поехать? Я говорю, ну как я, я тебе достану. А вот после того, как мы там взяли первое место, нас уже начали приглашать. Вот сейчас мы хотим... В общем, мы приглашены на фестиваль, на международный фестиваль в Финляндии, очень интересно. Этот фестиваль проходит, он бывает один раз в четыре года. Он идет под покровительством президента Финляндии. Там бывает только десять хоров планеты чужих. Вот мы попали, нас приглашены. Нас слушали живьем, сюда приезжали финны, слушали нас живьем. И мы приглашены на этот фестиваль в числе хора... Из Латинской Америки, Аргентины, Латвии, Словении, Франции. А вот из Японии и Китая не попали хоры. А из Австралии, да, из Австралии. В общем, вот там будет всего десять хоров планеты. Не считая, конечно, финские. Финские — это вот они гости. То есть хозяева, извините, а мы будем гостями у них. И они делают очень интересно. Это они делают три дня фестиваля и семь дней путешествия по стране. Когда коллектив большой, когда коллектив уже на какой-то определенной вершине, без поездок ему сложно. Он перестает расти. Он перестает развиваться, как вот сам коллектив. Он остается на месте. Поэтому я, конечно, понимаю, что это очень сложный вопрос. Потому что все хотят ездить. Но, наверное, ездить должны не все. Должны ездить те, кто заслуживает. И, конечно, делать поездки надо очень часто. Мы, например, делаем одну зарубежную поездку в год. У нас очень много приглашений. Но я знаю, что это не потянуть ни мы, ни никому, ни нашим спонсорам. Поэтому делаем одну поездку. Я считаю, что этого достаточно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы с Сергеем Ивановичем. Скрипка знакомы давно. И вот когда я где-то говорю, я всегда говорю, что у нас большой плюс для нас, это что у нас есть свой симфонический оркестр. Я всегда говорю, гордо, что такого большого оркестра я нигде никогда не видела. И вообще остальные города, конечно, в этом отношении очень проигрывают. Мы почти каждый год поем. Мы пели Моцарта, Реквим. Мы пели Пиргалери Стабет Матор. Мы почти приготовили, что мы пели. Глория. Глория Вивальди. Ну, работать очень хочется с этим коллективом, потому что там очень добрый. Вот сам по себе коллектив очень добрый. Потому что там с удовольствием слушают наших ребят. И всегда как-то вот даже сами подтягиваются и ребята, и, мне кажется, музыканты, когда вот они чувствуют, что каждый друг за другу отличает. Ну, очень приятно работать. Ну, и еще немножечко о мечтах. Какие у меня мечты. Мечты, чтобы школа наша существовала. Чтобы детей талантливых было побольше. Чтобы у педагогов моих денег было побольше. Чтобы они могли не думать о куске хлеба. Ой, хочется, чтобы в нашем городе были всегда культурные люди. А без этих детских коллективов мы можем культуру совсем потерять в нашем городе. Вот это моя мечта, чтобы мы оставались гордым в науке и культуре. Мы поем все на свете хорошо, В чем дело, сразу не поймешь. О, просто лет не дождь прошел, Нормальный лет не дождь. Песня. 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 Песня.